Всем привет, это Дневник Артиста, это Павел Зыков. Ах, какая невезуха, абсолютно нету слуха. А кому какое дело, а мне бы дали, а я бы спела. Вы знаете, друзья, все-таки хорошо, хорошо, что нет у меня музыкального слуха. Ну, кто-то скажет, что ты, говорит, что? А вот в чем дело. Понимаете, начиная праздничную деятельность, начиная перед тем, как начать заниматься сценой, я занимался праздничной деятельностью, выступал на различных праздниках, в различных жанрах. Если бы у меня были вокальные данные, я бы, наверное, очень много налегал бы на пение, на вокал, на какие-то музыкальные развития. Не, может, конечно, бы и хорошо это, но, на мой взгляд, уж больно много, уж очень больно много-много-много кругом людей, которые хорошо слышат или думают, что они хорошо музыкально слышат и исполняют. Хорошо, что я не могу петь, то есть как бы... А хотя, с другой стороны, слушая нашу эстраду, может, его взять и начать. Просто если бы я пел, у меня бы не появился номер, там, например, шумных пузырей, ну, я бы занимался вокалом, и дальше бы этот номер не зацепил следующие фокусы, квадрокоптеры, лазеры, динозавры, кволнаду, там, репризы, всевозможные другие номера, которые я был вынужден находить, различные способы приспособления существовать на сцене и делать, понял, что нужно то, что не делают другие. Нет, конечно же, есть талантливые люди, которые должны стоять на сцене и петь, творить музыку. Им дано. Но это, видимо, не про меня. Хотя, вглядываясь еще раз и еще раз в нашу эстраду, вот думаю, раз мне не дано, раз это не мое, может, действительно, взять и начать этим заниматься серьезно, и как начать зарабатывать. Ну, они же это делают. Они же это делают. У меня, конечно, нет музыкального слуха, то есть, ну, там, я не попадаю в ноты, как бы хотелось. Но я не могу не слышать, не чувствовать то, что исполняет исполнитель. Ну, ладно, а то я сейчас кого-нибудь вдруг обижу. Все замечательные, все молодцы. Всем счастья, мира и добра. Это дневник артиста. Был рад с вами поболтать. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok